Староскольский округ с рабочей поездкой посетила депутат Государственной Думы России Наталья Полуянова. 5 февраля исполнится 80 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А потому в начале визита возложение цветов к памятнику основателям муниципального центра. После народный избранник встретилась с ветераном Евгением Андриановичем Ивановым. В конце 2022-го он отметил вековой юбилей. Во время Великой Отечественной служил в разведке. В 41-м был ранен под Курском. Артиллеристом дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Хочется вам сказать огромное спасибо за то, что вы сделали. Мне кажется, что сейчас все наши ребята, которые слушают и оберегают наши границы России, они с вас берут пример. А мы думаем о вашей стойкости, о том, что вы не сломались, вы дошли, вы победили. И мы теперь не имеем права даже полшага делать назад. Только вперед, правда? Да. В рабочей повестке и встрече с волонтерами местного движения своих не бросим. Помещение, в котором работают, служит и мастерской, и складом. Ребята изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, собирают гуманитарную помощь. Наталья Полуянова поблагодарила добровольцев за неравнодушие. Это зов души. И сегодня сотни организаций по всей стране. Мы это видим в формате работы женского движения «Единой России». Сотни, тысячи организаций, которые собраны в организации. Просто инициативная группа. Люди объединяются для того, чтобы помогать. Для того, чтобы вклад каждого человека был в одной большой великой победе. Страна выстоит благодаря тому, что люди, объединяясь, помогают. Продолжение следует...